Четверо пострадавших горняков на шахте Костенко в Карагандинской области остаются в медучреждениях. Врачи оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести. Пациенты продолжают получать помощь. Семьям погибших шахтеров оказывается необходимая материальная поддержка. Об этом сообщил сегодня Аким Карагандинской области Ермагомбет Буликбаев на брифинге ВСЦК. Он также отчитался о социально-экономическом развитии региона. Подробности в следующем сюжете. К 3 триллионам тенге приблизился с начала года объем промышленности Карагандинской области. Наиболее высокий рост наблюдается в машиностроении, фармацевтике и черной металлургии. Вложения частных инвесторов в развитие региона также увеличиваются с каждым годом. За 10 месяцев в область привлечено около 641 миллиарда тенге инвестиций, в основной капитал, из которых 86% это частные инвестиции. Создан пул из 56 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 1,5 триллиона тенге с созданием более 13 тысяч рабочих мест. Также в области реализовано 17 инфраструктурных проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей. Они охватили как областной центр, так и другие города и районы. Были вопросы и к Шахтинске ТЭЦ. Там мы провели ремонт основного и вспомогательного оборудования, трех котлов и двух турбин. На данный момент ТЭЦ работает в штатном режиме. Газораспределительные сети подведены к 5,5 тысячам частных домов. Для 225 семей из социальных уязвимых слоев населения Караганды и Темиртау выделены единоразовые выплаты для подключения домов к газу на 8,6 миллионов тенге. Также для жителей частного сектора нами разработана специальная программа беспроцентного займа по подключению к газу. Глава региона остановился и на развитии строительства, медицины, туризма и образования. К примеру, до 2025 года в Карагандинской области построили 22 школы. 18 из них по программе «Комфортная школа». Ратмира Убакир, Саят Рамазанов, Хабар.